всем привет рада видеть вас на своем канале сегодня в работе вот такие ручки здесь невероятно красивый гель вот сам оттенок ногтевого ложа здесь в молочный гель я подмешала меланж и блестки смотрится очень нежно очень классный в жизни это более заметно чем на камеру я пытаюсь сейчас крутить ноготочками показать вам как круто играют все эти мелкие детали в геле но камера не передает к сожалению приступаю к работе сначала убираю длину и далее уже снимаю старый материал до тоника подложки никогда не снимаю старый материал полностью за исключением тех случаев когда от слойки естественно от слойки убираются и открывается натуральный ноготь а так я всегда стараюсь оставлять старый материал тонкой подложкой тем более что из старого материала можно смоделировать нормальную форму ногтей и старого материала можно выпилить клюющий ноготь то есть снизу убрать все лишнее оставить ровная поверхность это гораздо упрощает работу вот сейчас я убираю натуральный новый с внутренней стороны и дальше уже к внутренней стране я не возвращаюсь когда я сделала укрепление я не выпиливаю снизу потому что мне этого уже делать не нужно . придаю форму свободному краю мягкие квадраты и прохожу пилка по поверхности берем глянец от рощи части ногтевой пластины моей работе это обязательный этап вот такие действия способствуют предотвращению появления цвет со стороны кутикулы ну и далее приступаю к выполнению маникюра мне очень приятно читать от вас комментарии о том что я не перестаю выкладывать видео на youtube выкладываю довольно таки часто несмотря на то что youtube перес он не перестал платить он просто не показывает рекламу русским блогерам и вернее русским зрителям а так как у меня в частности основная доля зрителя это русские поэтому и доход меня значительно снизился ну примерно я получала до всех этих событий 1000 долларов а сейчас 150 170 долларов то есть гораздо упал доход а время на подготовку видео к выпуску она никуда не делась все так же они у меня занимают от 4 до 6 а то и до 8 часов я монтирую видео бывает такое что я прерываюсь детей кормлю что-то делаю потом опять сажусь за монтирование в общем бывает что и 8 часов у не уходит на то чтобы я смонтировала видео то есть это добрый такой рабочий день обычного рабочего человека то есть среднестатистического рабочего человека 8 часовой день это норма вот и я монтирую видео примерно такое же время плюс мне его еще нужно снять поработать с клиентом в общем это все очень долго и почему же я все это продолжаю делать да просто потому что я оказалась в такой ситуации когда ну по сути я в декрете у меня маленький малыш ему годик я никуда его не дену в садик конечно же в такой возрасте не сдам и бабушек дедушек у меня нет чтобы я могла оставить если бы у меня была такая ситуация что мой ребенок уже ходил в сад естественно видео я бы с ним вернее монтировала гораздо реже выкладывала их бы гораздо реже я бы лучше вот это вот время которое трачу на монтирование видео я бы в это время принимала клиентов естественно я получила бы больше доход чем мне сейчас платит youtube но так как у меня нет возможности принимать больше клиентов я нахожусь с маленьким ребеночком я принимаю клиентов только тогда когда приходит муж с работы это один клиент в день собственно поэтому я и продолжаю снимать видео чтобы получать хотя бы те денежки которые youtube еще платит естественно я привлекаю в другие свои соцсети в частности телеграм вас моих подписчиков делают там какие-то публикации делают там где-то посты интересные чтобы завлечь аудиторию и мне так удивительно когда пишут что вот я зашла посмотреть а тут предлагают перейти на телеграм ну конечно же предлагает потому что любой блог который ведет любой абсолютно человек этот человек предполагает получение денег со своей деятельности как бы там кто не смотрел на блогерство как бы кому это блогерство не нравилось люди на этом зарабатывают деньги гораздо вам это или нет тем людям которые возмущаются по поводу блогерство нравится вам это или нет но люди на этом зарабатывать деньги да я согласна есть абсолютно глупые blog gebe Вообще, вот эти мукбанги, есть красивые мукбанги, да, есть красивые девушки, о чем-то они говорят, что-то такое интересное, их приятно слушать, но есть мукбанги, мама дорогая. Конечно же, вот блоги бывают разные, есть, например, полезные, блоги по маникюру в моем понимании полезны, потому что я сама научилась делать маникюр только по видеороликам YouTube, никаких курсов я не проходила, вы это прекрасно знаете. Вот только смотря ролики на YouTube, смотря как ведет фрезой блогер, как она работает, как она работает ножничками, как она работает гелем, я научилась делать маникюр. Вот такая моя ситуация, здесь на ногти безымянного пальца мы нанесли блестки, я хотела сделать какой-нибудь дизайн, но решили, что все-таки блестки сами по себе очень красиво смотрятся и убрали все лишнее. Мне клиентка захотела блестящие ногти сегодня, сказала у меня блестящее настроение, и три недели я должна продержать у себя в голове это настроение, чтобы мне его ничего не испортило, и мы ей сделали вот такой блестящий красивый маникюрчик. Спасибо за ваше понимание к моей деятельности, за то, что лояльно относитесь к рекламе, кто-то проходит в Telegram, кто-то считает это ненужным, но это все происходит молча. Есть, конечно, которые высказываются, их очень мало, буквально три человека написала мне под прошлым видео, но все-таки они есть. Ну а мне на сегодня все, спасибо, что были со мной до конца, всего доброго, хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok